Продолжение следует... 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 от 23.03.2013 года, номером 6, про судовое решение, статя первой конвенции про захист прав человека и свободы, а именно за обязанность поважать права человека. Статя первой конвенции, которая означает, что высокие договорные стороны гарантируют каждому, кто переживает их юрисдикцию, права и свободы, визначенную в разделе первой конвенции. Также, по вашим пояснениям, 22.12.2012 года, посылался на правильную позицию, вкладенную в постановку Верховного суду Украины от 1.07.2015 года в справе номер 3.3.327 ГС-15 Свою черву відповідно до положень частини першої статті 111.28 ГС-15 висновок, що до застосування норм права, вкладені в постановку Верховного суду Украины, має враховуватися іншими судами загального юрисдикции при застосуванні таких норм. Суд має право відступити від правової позиції, вкладені в визнаках Верховного суду Украины, з одничасним наведенням відповідних мотивів. При цьому суд першої інстанції взагалі діяльно відбігував на вищевказанні постанови Верховного суду Украины. В-третє, позивач вважає, що суд першої інстанції неправильно застосував пункт 5 прикінцевих положень Закону Украины про акціонерні товариства, оскільки жодна норма Закону Украины про акціонерні товариства не вказує на той факт, що положення статей 71 та 72 Закону Украины про акціонерні товариства не застосовуються у разі, якщо акціонерні товариства не привели статути та внутрішні положення у відповідність до Закону Украины про акціонерні товариства. Замістью, пункт 1 приконцевит положение указанного закона. Разно и чётко, что этот закон набирает чинность через 6 месяцев с дня его опубликования, кроме второго речения части 2 ст. 20, которое набирает чинность через 30 месяцев с дня опубликования этого же закона. Жизнь другая альтернатива, кроме второго речения части 2 ст. 20, не предбачена. Таким чином позивач має право посилатись на положения 171 и 172 закону Украины про акционерные товариства при розгляді данного позора. А суд, в свою очередь, обязан прийняти до уваги та застосувати данные нормы закону. Позивач також окременно звертає увагу та повертається до решения ЕСПЛ у справі СНОП проти України від 25.07.2002 року за номером 48553-399, відповідно до якого обов'язок ефективного здійснення захисту прав держави передбачає також позитивний обов'язок держави гарантувати ефективне та справедливе вирішенням національних судах будь-яких спорів між приватними особами, в тому числі спорів, пов'язаних із захистом інтересів акционера, спрямованих на задоволення його легітимного прагнення щодо отримання правовірного виріду від його корпоративних прав. Як бачається з рішення ЕСПЛ, спірусторін, винич до прийняття та набрання чинності закону України про акционерній товариства. Таким чином позивач має право посилатися на дане рішення як на джерело права і на полягатлене застосування положення статей 71 та 72 закону України про акционерній товариства, оскільки дане рішення приймалося з урахуванням підсутності такого закону. Крім того, рішення ЕСПЛ у справі слов транспорту проти України вказано наступне. Суд нагадує, що від коріння до його прецедентної практики стаття 1 протоколу номер 1 Конвенції містить три окремих норми. Перша, що виражається в першій фразі першого абзацу та несе в собі загальний характер, виражає принцип поваги до права власності. Друга, що міститься в другій фразі того ж абзацу та має за об'єкт позбавлення права власності за певних умов. Що стосується третєю, згадана в другому абзацію, вона визнає саме можливість державам-учасницям рекламентувати на власний розділ витростання майна загальних інтересів. Тим не менш, тут не йдеться про абсолютно не зв'язане між собою норми. Друга та третє є особливими прикладами, що стосуються права власності. Крім того, вони повинні тлумачитися вслід принципу закріпленого першого норми. Дане положення зазначено також у рішенні Бейві проти італі. Суд зазначає, що в своєму рішенні щодо прийнятності він вже констрував, розкатував, що акції, якими володіє заявник, мали безумівну економічну цінність та встановили майном розумінні статті першого протоколу номер один. З огляду на те, що уряд не оскаржує утвердження, що заявник мав право на відповідні акції, суд відтак розкатує, що стаття один може бути розкосована в такому випадку. В разі, якщо позавач не знайде можливості захисту свої права в судовому порядку, він змушений буде звертатися до Європейського суду про праву людини. Позавач хочу нагадати, що відповідно до положень частини 4 статті 96 Закону України про судовувальний статус суддів, однією з підставами для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності є рішення Європейського суду про праву людини, яким встановлено факти, що може спробувати підставою для застосування дисциплінарної стягнення до суддів. Четверте, позавач вважає, що судом першої інстанції неправильно були застосовані норми матеріального права. Так, в силу статті 215 Цивільного кодексу України статті 72 Закону України про акціональні товариства договірок іпотеки номер 25З від 28.15.2010 року з урахуванням змін та доповнень має бути визваний недійсний, як такий, що укладений без дотримання вимог статті 230 Цивільного кодексу України статті 71 Закону України про акціональні товариства та порушення його корпоративних прав, як колишній акціонер, ватхолкінг, компанії «Інтермет» та сьогоднішнього учасника товариства з обмеженою відповідальності холкінг-компанії «Інтермет». Оскільки угоди не є прибутковою, укладена заінтересованими особами без повернути, але заінтересованість відкрите акціонерне товариство холкінг-компанії «Інтермет» на забезпечення виконання зобов'язань іншої юридичної особи та потягла несправедливі для товариства наступки. Визначена вища обгонтовується наступним. Згідно умов договірної іпотеки, ватхолкінг-компанії «Інтермет» передали в іпотеку ПАК «Індустріальний експортний банк», належну товариству на житлову будівлю загальної площі від 2140 тисяч квадратних метрів, що розповідно розшована за адреса зі Турківського міста вулиця Касігород, 1,32. На сьогоднішній день це вулиця Соборності. Для забезпечення зобов'язань торгового діма «Метизи» за кредитним договором номер 7 в рік 2010 від 28-12-2010 року. Згідно пунктами сьогодні першої статті першої закони про іпотеку. Особа, яка передає в іпотеку нерахомлену для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-порожника є майновим поручителем. Отже, відповідно до умов договору іпотеки платного він компанії «Інтермет» виступає майновим поручителям ТОВ торговий діма «Метизи» за кредитним договором номер 7 в рік 2010-28-19-2010 року. Відповідно до частини першої статті 11 закону про іпотеку майновим поручителям несе відповідальність перед іпотеку держави за невиконання боржнякового основного зобов'язання, виключно у межах вартості предмету іпотеки. Відповідно до пункту 2, частини першої статті 1 закону прийнення про іпотеку, іпотека від забезпечення виконання зобов'язання нерахомленого майновим, що залишається у волотильній тій користуванні для питавця, згідно з яким іпотекодавець має право в разі невиконання боржнякового забезпечення іпотеки зобов'язання одержувати задоволення своїх за рахунок предмету іпотеки переважно перед кінченими прийненням боржнякового порядку, встановленим цим законом. Частина 3 статті 92 Цивільного кодексу України передбачає, що орган або особа, яка відповідна до установчої документів юридичної особи чи закони, виступає в її імені, зобов'язана й діяти в інтересах юридичної особи добросовісно, розумно та не перевищити своїх плануватиків. Укладення ватхолдинг-компанії «Інтернет-договори іпотеки» для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-порожника в будь-якому випадку не могло бути здійсно в інтересах товариства. У відповідності до частини 1 статті 71 Законного кодексу України про акціонерні товариства у редакції 4.12.2010 року особою заінтересованою в чиненні акціонерного товариства правовищу вважається посадова особа органів товариства та її афільована особа або особа акціонер, який одноосібно або разом з профільованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа або особи разом або окремо відповідають, принаймні, одній із таких козах. Є стороною такого правовищу, бере участь у правовищу як представник або посередньо, отримує винагородну за вчинення такого правовищу від товариства або від особи, яка є стороною правовищу. Особа, заінтересована у чиненні правовищу, Забовязана протягом трех рабочих дней, з моменту выведения в ней заинтересованности, поинформировать тот орган, членом которого вона есть. Виконавчий орган та наглядовый рада про наявность у ней таковой заинтересованности. Звита частини 2 статті 71 законоприятий про акционерный товарист в редакции 4.12.2010. Звита частини 2 статті 71 законоприятий про наявность у ней таковой заинтересованности. Виконання робіт, надання або отримання поступок, особу, яка має заинтересованість, в чиненні такого правоочинства. Наглядова рада протягом 5 рабочих дней дня отримання від виконавчого органу информации про правоочин, в чиненні якої є заинтересованістю, зобовязана прийняти рішення щодо вчинення такого правоочинства товаристом або про відмову від його вчинення. У разі, якщо правоочин, щодо якого є заинтересованість порушок інтересів товаристом, наглядова рада може заборонити його вчинення або винесення розглядів цього питання на загальні збори. Якщо заинтересована в чиненні правоочинку особа є членом наглядової ради, вона не даровpayer учись у голосуванні з питань вчинення такого правоочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в чиненні такого правоочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від чинення правоочину, щодо которого я заинтересована спротиву сроку установленного цієї статьи. Это вопрос выносится на развитие договоров. Согласно с 1 статтей 2 законоприятия про акционерное товариство, афельюванные особи вважаются наступными. Юридическая особа за умови, что одна из них здействует контроль на других, или перебиваясь в контроле третьей. Члены семьи физической особи, членов, дружина, а также батьки, опекуник, пратив, сестры, діти и их членов, которые вместе проводят господарскую деятельность. Физичная особа и члены ее семьи, которые вместе проводят господарскую деятельность, и юридическая особа, если эта физичная або члены ее семьи, здействовать контроль над юридичной особой. Согласно с 1 статтей 2 законоприятия про акционерное товариство, на час укладення договорів у разі недотримання вимог передбаченого статті 71 законоприятия, заинтересована у членів акционерного товариства правоочинку, несе відповідальність перед ним у розмірі завтання товариства збитків. Такий правоочень може бути визваний судом неписним, якщо особа, яка вчинила правоочень, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог. Згідно з частиною 2 статті 72 законоприятия про акционерное товариство, у разі недотримання особи, заинтересованого в члені товариства правоочину, вимог передбаченого статтей 71 законоприятия, та вчинення товариства правоочину з юридичным особом, всі акції, якої належать всію особи і афельованим особам товариства, або будь-хто з акционерів, має право вимагати визнання цього правоочину судом недійсним і відшкодування збитків та моральної шкоди. Згідно з частиною 1 статті 215 ЦК України, підставою недійсності правоочину є недодержання у момент члення правоочину стороною вимог, які встановлені частиною 1, 2, 3, 5 та 6 статті 203 ЦК України. В статті 203 ЦК України встановлено, що зміст правоочину не може суперечити цьому кодексу іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадом, Особа, яка вчиняя правоочин, должна иметь необходимый обсяг цивилизации. Его явление учителя правоочину мое быть виноватым и отвечать его внутреннюю волю. Правоочин мое быть спрямлено на реальное состояние правовых наследств, причем обмолене нет. Как свечет акция ватхолдинг компании интернет, голову управления Зазначено телерейство групп Любимов Иван Михайлович. А сгідно порядку того обмена акций ватхолдинг компании интернет, на час по секундному капиталі ТОВ ватхолдинг компании интернет, коли була обмін, головой наглядовой ради була Малейхина Тетяна Іванівна, яка є донькою Любимова Ивана Михайловича. Крім того, Любимов Віталій Іванович на час укладення договору в епотекі був одночасно членом наглядовой ради ватхолдинг компании интернет, а Любимов Іван Михайлович був засновником товариства з обмеженою відповідальністью торгового дім Метизи часто 50%. В свою чергу, Любимов Віталій Іванович був ще й членом виконавчого органа товариства з обмеженою відповідальність торгового дім Метизи, був генеральним директором. Слід окремо звернути увагу, що Любимов Іван Михайлович є батьком Любимова Віталія Івановича та Малихіна Татьяна Іванівна. В свою чергу, Малихін Андрій Олександрович є чоловіком Малихіно Татьяни Іванівни, а сам Малихін з 5.03.2012 року є керівником товхолдинг компанії интернет. Звертаємо вашу увагу, що останнім набувачем нерухомого майна за адресою міста Кривелік вулиця Письора, 32 є Малихіна Татьяна Іванівна. Факт родинних відносин був вже встановлений рішенням Роскодорського суду Запорізької області від 19.07.2016 року у справі номер 908-62-16. Також цей факт сам не спростовує сам представник відповідача по тим. Враховуючи вище зазначене, рішення про вкладення договору іпотеки повинно було прийматися не наглядовою радою, а загальними зборами. Однак, як зазначено у договорі іпотеки, представник ватковних компаній інтернет діюв на підставі довірності та протоколу засідання наглядової ради ватк від 14.00-2010 року. Отже, наглядова рада вийшла за межі своїх повноважень. Діюла не добросовісна та нерозумна та не в інтересах ватковних компаній інтернет, чим порушувала приписи статті 71 за плану України в ракціонетні талористи, частини першої статті 92, частини першої статті 203, частини першої статті 215 Цивільного кодексу України. За сущим, договір іпотеки має бути визване в них дійсним на підставі статті 72 за плану України про акціонетні талористи. Виставач окремо звертає увагу на той факт, що пінцевим власникам державного будівлі за адресою міста Кривий Рік є Маликіна Тетяна Іванівна, яка на момент прийняття рішення наглядової ради ватхолдінг-компанії «Інтернет» була головою такої ради, а серед членів ради був її брат Людімов Віталій Іванович та Іжовський Ігор Ярославович, який є її двоюродним братом. Щодо родиних відносин між членами наглядової ради «Інтернет» представник відповідача один не заперечував. На час посвідчення договору іпотеки Макаров був акціонером ватхолдінг-компанії «Інтернет». На сьогоднішній день він є учасником товариства. Він мав право на участь в управлінні акціонерним товариством, а на сьогоднішній день має право на участь в управлінні товариства та на отримання у разі ліквітації частини майна або вартості майна товариства. Наслідком укладення договору іпотеки, невиконання зобов'язань торгового дому митки з закредитним договором номер 7-3-2010-28-12-2060 року стало значне погіршення фінансового стану товариства з обмеженою відповідальностю поводом компанії «Інтернет». Підприємство майже доведено до банкротства, чим прямо порушені права Макарова як учасника товариства. Так, була незаконно відчужжена, нежитова будівля за адресом касьора будинок 32 на колі Смалихіна Тетяна Івановна, що свідчить відповідно договори о куплі-продажу від 23.10.2010 року. Про погіршення фінансового стану «Інтернет» до свідчить судові рішення про стягнення різного роду заборгованості підприємства та інформаційна довідка з державного реєстру речового права на нерухоме майно Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру забороненого об'єктів нерухового майна щодо суб'єктів за номером 643-73-259 від 26.07.2016 року, відповідно до якого майно «Інтернет» описано і арештовано під податкову заставу. Тому в Макарова відсутні будь-які шанси на отримання частини майна або вартості майна того реста, оскільки погашення заборгованості перед державним резидентом є кріоритетним. Отже, укладений договір іпотеки від 2010 року прямо порушить оперативні права Макарова. Крім того, слід зазначити, чи відповідно до частини 2 статті 11 Затом на кримінку іпотеку у разі задоволення вимог іпотеки держателя за рахунок предмету іпотеки майновий поручитель набуває права кредитора за основним запов'язанням. Однак, жодних дій направлений на стягнення з Дорогового дому митизи коштів на користь полдінг-компанії «Інтернет» не було здійснено. Що також вирішить про інтересованість укладення сумнівного правочину. Ваша честь, в матеріалах справи існує така таблиця, відповідно до якої нам було розписано чіткі напрямки і послідовність дій наглядової ради і осіб, які вчиняли дані правочини. Як бачається, що наглядова рада складається з трьох осіб. А саме Малихина Тетяна Іванівна, яка має при голосуванні 27,45%, Любімов Віталій Іванович, який має 27,50% і Любімов Іван Михайлович при голосуванні, який має 37,45%. Як в Бачаря Іжовській – 0,5%. Макаров Константин Григорьович має при голосуванні 3,5%. Але оскільки наглядова рада, в якій складалися усі рівні між собою, які підпадають під поняття фільованими особами, вони вчинили завідомо неправомірні дії, направлені на незаконне відчуження вказаного майна, використовувавши для цього відповідний банк та ще одне товариство. Якщо ставити питання щодо добросовісного набувача, то хочу звернути, що Малихина Тетяна Івановна є кінцевим набувачем вказаного майна. Її вважати добросовісним набувачем ніяким чином неможливо, оскільки Малихина сама проголосувала, будучи головою наглядової ради, про заставлення вказаного майна і передачі його в епотеку банку в рахунок для забезпечення кредитного договору іншого підприємства, в якому стіснює контроль її брат та її батько. Після чого вона стає власником. Всі банк і інша юридична особа Енергомашинвест отримали свої кошти, вони цього правочину не обскаржували. Банк отримав від Енергомашинвест, Енергомашинвест отримав від Малихина. Малихина є недобросовісним навувачем. Таким чином ми вважаємо, що в разі скасування усіх правочинів і повернення вказаного майна до підприємства, ніяким чином не порушує майнові права банку та Енергомашинвест. Це позиція позивача. Також, Ваша честь, ми звертаємо увагу, що при застосуванні суд першої інстанції неправильно застосував норму працювання права, припиняючи провадження у справі в частині позовних вимог, про визнання договору про вископлення права вимоги від 20.09.2013 року та визнання недійсних договорів окуплі про незалітлової будівлі від 2014 року, про скасування відповідних рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та про скасування державної реєстрації права на нерухомого майна. Так, відповідно до положень частини 3 статті 215 цивільного кодексу України. Якщо не дійсно і справочин упрямо не встановлено законом, але одна історія або інша заінтересована особа заперечує його дійсності на підставах встановленого законом, такий правочин може бути визнаний судовний дійсник. Оскільки судом пунктом 4 статті 12 ІПК України, господарськими судами підвідомши справи, що виникає з корпоративних відносин у спорах між юридичними особами та її учасниками, в тому числі учасникам, який вибух, а також між учасниками членами юридичної особи, пов'язаних із створенням діяльністю управління та припинені діяльністю особи, крім трудових спорів, а відповідно до статті 167 господарського кодексу України, корпоративні права – це права особи, які визначаються в статутному капіталі господарської організації, що включають правомощність на участь цієї особи в управлінні господарської організації, отримання певних часток прибуттів даної організації, так і в разі ліквітації останньої відповідної документи, а також інші правомощності, передбачені законом та статутними документами, то такий співпід повинен розв'язатися господарським судом. Казари також підтверджуються пунктом 1.6 та пунктом 2.2 постанови пленному Вищого господарського суду України про деякі питання і практики вирішення спорів, що виникає з корпоративних правов відносинів 25.02.2016 року по номер 4. Визивач повертається до положення частини кларшої статті 11.28 КПК України. Оскільки заперечення на клопотання АТОП «Енергомаш» про припинення провадження у справі в частині позивних вимог від 29.12.2016 року, Макаров просив застосувати висновки постанови Верховного суду України 16 червня 2016 року за номером 21.41А16 щодо застосування норми права, викладне у справі, там був аналогічний спор, вважаю честь, тільки там стояло питання, чи воно повинно розглядатися в процесі цивільного напровадження, чи адміністративного. В нашому випадку в нас стоїть питання або господарський, або адміністративний, оскільки йде скасування рішення посадових органів органів реєстраційної служби. І суд висловив свою думку, що оскільки основна позивна вимога є визнання договору недійсним, то вона повинна розглядатися і скасування рішення в межах цивільного позову. А в нашому випадку, оскільки у нас є основний предмет спору – це корпоративні правовідносини і корпоративний спор, то відповідно скасування рішення реєстраційних служб повинно також розглядатися в межах господарського процесу. Тому ми посилаємося на цю норму. Ваша честь, ну і зіску з вищевиклатеним, каруючи відповідними нормами і не зазначаємо як корпоративні скаси, ми просимо скасувати повністю рішення розповідної суду від 11.01.2017 року за номером 904 рік 98 39 рік 16 та опалити нове, яким задовольнити залишати повністю, можуть повізвати чат. І відповідно відповідно витратити поплати на відповідальників. Я хочу сказать, что сделка эта была направлена на получение прибыли некоторыми участниками канаринства, то есть семьей любимых, которые являются учредителем второго дома Метиза. Первое. Сделка для холдинг-компании «Термет» была бесприбыльная. Первое. Суд не дал этому оценку, что сделка была бесприбыльной и не могла быть прибыльной. Она рискованная для предприятия, но суд этому оценку не дал. Второе. Оно было направлено на получение прибыли торговым домом Метиза и семьей любимых. Я в судебном заседании утверждал, что деньги пошли от кредита на торговый дом Метиза на строительство домов, в том числе личных домов в Крыму. И акцентировал это внимание судьи. Но суд отказался этого доследить, куда пошли деньги от кредита. Даже это не захотел делать. Хотя присутствовал в представных банках. И он мог сказать, куда пошли они или никуда. То есть деньги пошли не на получение прибыли интермета, а на получение дохода семьей любимых торгового домом Метиза, который не связан никакими договорными отношениями. Второе. Мог ли, вот устав, полный компания ТМИ, товариство, и мог ли товариство давать поручительство третьим особам? Вот пункт устава 3.4, товариство имеет право. Он не имеет право давать, я его перечитал внимательно, то пункта 3.16, он не имеет право, тут не указано давать поручительство по обязательствам третьих особ или третьей стороны. Нет этого устава. Суд не доследовал это. Дальше. Суд ссылается, вот здесь читаю, решение суду. Доводы позывача, что погрешение финансового стану предприятия выникло внаслідок укладывания договора ипотеки и есть безпредставными. Это суд утверждает. Оскільки право властности до товариства «Энергомашинвест» на предмет ипотеки перейшло 18 сервня 2014 года. Тут пропускают. Дальше абзац. Тобто з грудня 2010 року по сервня 2014 року спирма «Эпотечное майно» перебувало в користуванні «Эпотекодавцы», який використовував майно у господарской деятельности, что не заперещується відповідачам 1, там не спростовано позывачам. А дальше. Я подал список в 2016 году, утверждаю, что после передачи утверждал и приводил цифры, сколько был доход предприятий в 2010 году, и сколько был доход предприятий в 2014-2014 году. Суд спросил Кастахи у представника, она сказала, что это ложь. Все. Он не доследил. Чего проще было доследить, сколько был доход предприятий в 2010 году из ЗВИТа. И 2014-2015 год, из которого было видно, то, что я утверждал, что в разы упала доходность. Это и понятно. Здание давало доход на 50% всему предприятию. Здание балансовой стоимостью 7 миллионов с чем-то гривен, это в ценах, когда доллар был 8, можно представить, сколько оно приносило дохода. Но суд почему-то не захотел этого делать. То есть достаточно было слова Кастахиева сказать, это неправда. И все. Хотя можно было затребовать, как я говорил, документы, подтверждающие, что доход упал несколько раз, почти в 10 раз. Я приводил эти цифры. Суд это не доследует. Дальше. Суд утверждает, в решении суда заявник, заявляющий про всплыв позивной давности, вот про всплыв позивной давности. Товариство с обмеженной рекламенностью, холдинг компания «Термет», публичное акциональное товариство «Кредиагрикольбан», Товариство с обмеженной рекламенностью «Энергомашинобъезд», представники здесь присутствуют. Посылается на то, что Макаров КГ достойно было известно про укладенные договоры ипотеки 28-12-2010-го, оскольких ватт-холдинг компании «Термет» было прекратено шляхом реорганизации и перетворения в товариство с обмеженной рекламенностью в сечне 2011-го года. На замест сбора акционеров 08.06.2011 года были присутствием Макаров. Я если не заперечиваю, я присутств не буду. Последний раз, это я подчеркну, последний раз на сборах. Больше меня ни разу не приглашали. На сборах разглядалось вопрос про затверждение звиту комиссии с припыльным товариством, про затверждение передаваемого акта. То, кто разглядался вопрос, о том, что касается майна товариства. Этот акт там есть. Я просил сказать, где, в какой графе написано, что я могу про это знать. И прошу сейчас установить доказ той стороны, где написано, что этот договор там фигурирует. Где там, в какой графе, вот они здесь присутствуют. Я наполягаю на том, что его там нет. Суд это не до следы. Просто они сказали, там есть и все. Этого достаточно было для суда. Хотя документ есть и можно сейчас до следы, что там нигде, ни в какой графе не сказано об этом договоре, договоре ипотеки, о котором мы расскажем. Дальше. Суд положится с доводом от Павлича про то, что позыващий должен был знать про укладный договор о ипотеке. От 28.12.2010 года. Оскільки я, как акционер, открытого акционера товариства «Холни» компанией «Эктермет», имел право там можливить ознайомиться с решением наглядовой рады загальних сборов в АКСНР товариства. Кроме того, на загальних сборах АКСНР разглядалось, сказали про затверждение свиту комиссии с припыльным товариством. Это я говорил. Там нету этого пункта. Затверждение было, но этого пункта нет. Суд почему-то не досвидел этого. А поверил на слово, что там оно должно быть. На всех сборах, как подтверждается, материалом справа был присутный и позывачий. Был, но в суде я предъявил судье Естафьеву доказы того, что с 2011 года, и они у меня здесь, я могу предъявить суд для дослежения, что я обращался неоднократно. Здесь есть опыль, все законно сделано, о том, чтобы мне предоставить вытянник, на датом на нужном состоянии заявлении копий звит, и как устал, и как пункт 12.5 гарантирует мне это право. На то, что они ссылаются. Я как бы имел право. Право имел, но я доказал, что они мне отказали в этом праве. Я нигде не ознакомился, и я суду эти доказы. И могу сейчас предъявить оригинал о том, что мне ни разу, нигде не было отвечено, и нигде не было суд. Не досвидел это, что я не получил этих доказов. Не исследовал никогда. Из 2011 года я ни разу не был на собрании. Я на этом особо акцентировал. Есть и другие, так сказать, в апелляции находятся, о том, что судебные иски, где я доказываю, что ни разу меня, после того, как общество было резвым, товариство с ограниченной ответственностью, ни разу на собрание не приглашали. Ни разу не ознакомили меня с этим материалом. У меня есть даже видео доказы, которые я в суде другой, правда, предъявляю о том, что мне отказывают в этом ознакомлении, бухгалтер, малых на работу не ходят и так далее. Я могу это предъявить суду, и суд может доследить, кто что. Это оригинал, и ни одного ответа нет. Это я в суде доказывал, но почему-то суд пишет, что я мог это знать из отчетов, которые я не получал, и которые я в суде показал, что я не мог их получать. Потому что представник предповедача Костафьева не предъявила ни одного доказа, и этого нет. Материал справа о том, что я ознакомился, или мог право ознакомиться. Разом с судом Бачаевым предстал, но это как бы я не буду комментировать, потому что еще я хочу добавить, ссылаясь на тот же устав, что когда возникает опасность потери имущества, а это у нас 12.6 устава товариства, службин компании интернет. Общество должно, правление, посадовые особы должны провести, у меня еще есть, я могу еще дать, это целая папка. Козли есть. А? Да, Козли есть правильный. Позачерговые сборы, сборы участников скликаются в оконавчим органам, головой товариства в случае, предвиденных данным статутом, решениях загальных сборов участников. В случае неплагоспособности товариства, а также в любом, в любом случае, если этого потребуют, интересы товариства в целом, закрывают, что возникает загроза значительно скороченного статутного капитала. Здесь была угроза неплагоспособности и потеря имущества. Должны были общества, то есть посадовые особые общества должны были, голова сборья, в частности, голова правления, должны были собрать собрание, они этого не сделали. Именно собрание должно было решить о том, что это тоже сказано в уставе, каким образом гасить куду сбытки. То есть в уставе написано из резервного фонда. Был резервный фонд или не было, суд этого не доследует. Давайте вы еще. Это по... Уже взагали до этой характеристикой деятельности товариства. Что вы такое? Я просто... Это касается этого... Потому что суд не доследил того, что... Какое было принято решение? Было ли оно вообще принято? Платить по счетам, отдать здание? То есть я считаю, что суд не доследил пункт 4.2 устава, 4.3, 7.1 уже, пункт 8.3, как покрываются сбытки. Он не доложил сбытках нигде. Обязан пункт 8.3, пункт 11.2, пункт 12.6, пункт 13.7 уставов. И... Еще один момент. Суд утверждает, что мне не нанесены кроме... что не порушены мои права. субтитры... как-то не приняло. Я читаю пункт устава... мои права. Права и обязанность участников товариства. Браты, участь в управлении товариством. Я лишен был этого права. Я доказал. Меня не приглашали на собрание. Это скрыли. И я был лишен этого права. Браты, участь враспользовали прибудку, отрывание частины, прибудку, вид деятельности товариства. После того, как здание было заложено и потом спокойно отдано по обязательствам третьей стороны, таких у меня... Это право у меня исчезло. Потому что, как говорили мои представлены, там у них... Они все распродали, все разворовали. И у них осталась одна база, которая вся в залоге. У меня нету таких прав уже, потому что после ликвидации товариства у меня не будет ничего от некогда многомиллионного состояния. А где же вот информацию про деятельность товариства на вымогу за основанных товариства за повязанную на дату ему для наемной личные взвиты, информацию про товариства. Я этого лишен. Я показал, что я ни разу с 2011 года не видел ни одного документа от товариства. Вымогатые розыгры на загальный сбор участников порушенного на импытания я тоже был лишен. Я не знал про это. Поэтому, если бы такое было, я, наверное, свое мнение высказал и проголосовал бы. Там не только семья Людимова, есть и другие участники. Ну, во-вторых, я к суду несколько раз доказывал, что есть европейская кондиция о праве гражданина владеть свободно и без опаски потерять это имущество, владеть имуществом. Если общество, и я это письменно, дважды, трижды, не помню, доказывал суду, что если есть здание, которое в артисту 7 миллионов, больше, чем половина стоимости общества, его спокойно отдают. Ну, разрешите еще пару минут. И потому что суд первой инстанции утверждает, что у меня возникло право только когда я продаю. Еще я хочу сказать, что у меня есть право продать его, передать другому участнику, заложить, отдать на связь и так далее. Суд почему-то в этом праве меня решил. Я мог продать, если я в 2014 году, допустим, кому-то решил продать, объявил об этом по закону за 30 дней и сказал, что из чего состоит это? Что вы ставите? Свою долю, свою долю, которой я владею. Продать ее одному из участников товарыства, любому, там есть Поленчук, из часа семи любимого, есть Крипа. И вот я бы сказал, вот оно стоит столько на том, что здание вот так и так далее. А здания уже нет. То есть мои права порушены. Я лишен этой возможности теперь продать его, потому что никто его не купит, потому что здания нет, кто его купит. Во-вторых, я мог получить не только деньгами, я мог получить часть. То есть в этом здании я имел право получить часть. Не важно, какой, большой или маленький, но это была моя часть. За взгодой, так сказать, товарыства, но я мог, мы не знаем, какая была взгода товарыства, я этого права тоже лишен. То есть суд только на одну, что выход из товарыства, если выход из товарыства, тогда у меня возникают права, до этого никаких прав нет. То ли не доследовал, то ли сделал вид, что не доследовал, потому что все остальные права умолчаны. Ну, еще хочу сказать о том, что это преступное, суд должен рассматривать по сути, а не смотреть один пункт или два, которые выгодно ответчику. По сути, это сделка преступная, потому что когда Холгин-компания Интернет отдала по этому договору залога имущество Энергомашинвесту, им перешли проваривы, и они должны были обратиться к торговому дому Метизу и взыскать это имущество. Это сказано в договоре. Он этого не сделал. Это говорит о том, что эта сделка была направлена на получение прибыли прежде всего семью любимую. Они выводили имущество, как это часто принято в Украине, а суд этого почему-то не доследует. Почему они не подали? Я задавал этот вопрос. Почему они не подали? Суд как-то упустил это. И еще вот три решения последние. Три ухвалы 29-го, 11-го, 16-го, 16-го, 11-го, 16-го, 26-го, 12-го, 16-го. Я зачитаю решение. Вот вытруб судья и ставки. Везде одно и то же. Вытруб у исповедача 4 правонаступчивые документы, оригинал договора, купли-продажи нежелковой будильи, посвященной праватной Натальской, Рейско-Мисково-Натальному обругу 23-го, 2004-го, потом у Малыхина, конечного набухача. Она в суд не явилась ни разу. Как суд узнал ее позицию? Дальше суд пишет, что заболезатый и в случае неявки штраф 1700-го, но она ни разу ни в одном судебном заседании не явилась. В каждом судебном решении есть этот пункт. Дальше она как набухача. Платила она за это? Не платила. Суд тоже отказался после этого. Она ни разу подчеркнула не явилась и ни один ее представитель не явился. Как они узнали ее позицию в суд? Я не знаю. Дальше ответчик номер 7. Третья особа это торговый деметизм. Это тоже набухач прибыли. В конечном счете был ему этот кредит и они этот кредит использовали неизвестно куда. Третья особа визы на позовную заяву доказ его обронтувание правонаступлющие документы письмо опояснение кредитный договор номер 7 дробь 2010 28 12 2010 с всема сменами табаковными никто вот они не явились не явились они ни разу не явились как суд узнал их позицию я не знаю он обязывает их явиться представить документы которые мы рассматриваем которые оспали но они не явились и ничего не представили как-то суд богословно отнесся к этим двум так сказать субъектам на бывачем прибыли не до следы куда они деньги дели куда они их тратили платили ли вообще за то здание никто не знает но суд принимает решение отказывает на том основании что у меня не порушены мои права лишился имущество а права не порушены у меня все у меня все и питания у них поведения что они кто-то считает я одна я извините добавлю торговый дом метизы предприятие до сих пор функционирующее работающее ни в каких арестах не участвуют и даже мы вот судимся не рад даже после этого посадовые особые не собирали собраний не принимали решение взыскать торгового дом метизы ждут пока мы закроем добрый пожалуйста ответ ваше честь в начале доза додавания комиссии не изменится не запрещено додавания комиссии в жаль еще вечно в суду вынесено на текста и длительные материалы которые были банальными контролями суд до сих пор додавания належного субтитров решения как по крышенному условию так и нормам чинного законодательного права в течение мула любого профеского суду хотя чинный законодательство в Украине имеет застосовую с правой отношения которые возглавляют в данной праве тому я считаю что суд вовремя 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 для людей вовремя 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 субтитров 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 и другие требования в межах авторского проведения и может быть решено, если что-то не дали. И вновь. Я официально могу выключить? Все вы выезды. Вы утверждаете, что общество ни разу не выплачивает дивиденды. Я в суде. Ну хорошо. З чего вы взяли? Вы утверждаете, вы должны сослаться. Почему вы утверждаете, что ни разу не выплачивает дивиденды общество? Я не говорю, что за период времени с 2010 по 2013 годы у меня были решения загальных сборов, которые я надавала в суде для долучения до материального дела. И, соответственно, до решений данного загального сбора дивиденды в данном периоде не выплачивали. Еще раз. Все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 ...иншим чином вычуждать их на корысть других юридических и физических особых, без попереднего информации и отримания на это дозвил других акционеров от товарищей. Суд вообще не доследил устав и мои права как акционеры. Там слово нигде не сказано о моих правах. А у меня было право, я надеюсь, что есть здание, я кому-то продаю это и говорю, вот здание, вот и акционер этого здания, ну, полгенкомпания «Интермет», которым есть вот здание. Это маленькое акционера общества, не огромное, а оказывается оно заложено, то есть это уже обман, то есть я уже, как бы, мои права нарушены, суд вообще не доследил это. Он ссылается только на мои права как участника товарища, а права акционера он вообще не доследил, а то он был именно в тот период. Еще я хочу сказать, что суд не доследил, а почему общество в установленный законом срок не перешло в, то есть согласно закону о хозяйственных обществах, то, что требовалось. То есть был установлен срок до 2011 года, до марта 2011 года. Этот срок общества не перешло, то есть уважительной причины нет, суд не доследил. Ссылается та сторона ответчики на то, что есть рекомендации, рекомендации, не закон, а рекомендации. А то, что почему общество не перешло на новую форму и требования закона не выполнены, не написано. Дальше общество, товариство, открытое акционерное общество, выражаясь в российской мове, существовало и даже после прекинцевых положений до августа 2011 года. То есть уже кончился прекинцевых положений, а договор действовал, они должны были этот договор привести тогда уже в этот период в соответствии, но они этого не сделали. То есть они существовали даже после прекинцевых положений, но договор не перевели в соответствии, а договор в этот момент действия. Ваша честь, тут реплика. Хочу звонить о вашу голову, что, соответственно, до решения Государственного суду, которое мы расскажем, суд посылается на объяснение Державної комиссии с ценных паперей от 14.07.2009 года за номером 8, которое даёт предпринцевых положений. Это посылается также один из предповедачей. Мы хотим назвать вашу голову, что указанный орган не является Конституционным судом в Украине, и брать на себя повноважение, примачивание каких-то положений нормативно-правовых актов, они вообще не имеют права. Указанный орган, так, он может совершать какие-то страхные або санкции относительно товариства акционерных, которые не привели до відповеденности свои статути, або совершать какую-то деятельность, как мы, господи студенты, с порушением законодательства. Они могут накладывать на это штраф. Но я понимаю, что это объяснение было надано региональным отделом своим, и так же своим работникам, только для того, чтобы не накладывать штраф на акционерные товариства. Поэтому, я имею в виду, на те акционерные товариства, которые после накладывания законодательства не привели до статута, до ответственности до этого закону. То есть, посылаться на это объяснение, это объяснение не является нормативным правовым актом. И, фактически, мы должны саме бачить, тумачить то, что написано при кинцевой положении. Потому что это объяснение чётко написано. Через пів года вступает в силу, окрім второго абзацу, частини 2 статті 20. Все, статтю 71-72 вообще ничего не сказано. Поэтому Макаров, как акционер, мав право абсолютно раздраховывать на то, что его права захищены, соответственно, к положению закону Украины про акционерные товариства. А то, что кто-то не привели до статута, до невідповеденности акционерного товариства, ну так, до них не было застосовано штрафной санкции. Но это же не должно порушивать права Макарова, как акционера, ваше честь. Поэтому я прошу это взять до уваги, что такое разъяснение не может перейматься судом до уваги, как и под какой-то законный акт, або нормативно-правый акт. Поэтому, ваше честь, у меня на этом все. И единственное, что у нас есть вопрос, ваше честь, еще про выстрелывание доказов. Макарова было назначено, что были его порушены корпоративные права. Он пытался это довести, чтобы кошти, полученные в кредит, направленные, были не поцельювано в призначении. Поэтому, ваше честь, вопрос у меня складывается частично. Деякие доводи взяты с апелляцией Минскарки, деякие доводи взяты с правового висновка, с постановой МИСУ от 19.10.2010 года за номером, в справе за номером 6.18.73.16. Это вопрос мы заявляли в суде в первую инстанцию, но нам было удовлетворено в задоволении. Мы этим вопросом просим витрабевать в холдинг-компании интернет баланс предприятия за 2014, 2014, 2015 год. Это нам может довести, что втрата майна, которая была на балансе, привела до снижения и до, фактически, доведения предприятия до банкротства. Также мы просим надать информацию про рух грошовых денег на рахунках за 2014 и 2014 год. Это также может подтвердить, потому что это вмещение, насколько нам видимо, сдавалось в аренду. И деньги, которые отходят в аренду, должны были идти на прибуток предприятия и распределяться между участниками товарства, как дивиденды. Но этого не делается. Также, Ваша честь, мы просим витрабевать в холдинг-компании интернет документы, на представлении которого предприятие предприятие на сегодняшний день за адресой Косеора, 32. То есть это майно, которое было передано в Иппотеку, а потом Малихина стала властником этого майна. Поэтому из этих документов, Ваша честь, для того, чтобы довести афильованность и зацикавленность осіб в этих правочинах. Также мы просим, Ваша честь, витрабевать у «Энергомашинвест» также баланс предприятия за 2013 и 2014 год и информацию про рухи грешевых коштей. Ваша честь, может статься так, что фактически эти правочини были эффективными. Нам неведомо, чи дійсно надходили кошти на рахунки «Энергомашинвест» от Малихина и Тетяны Ивановны. Чи дійсно «Энергомашинвест» выкупала эту заборгованность у банка. Также мы просим, витрабевать у Малихина и Тетяны Ивановны документы, на письмене которых перебувает интернет за адресой Косеора, 32, м. Тривий рік. А также информацию про рухи грешевых коштей на рахунки, на яких будет бачаться виконание обовязаний за договором купли-продолжения житловой будильной в 2023-2014 году. Хочу нагадать, что, соответственно, до финансового монетаринга, все правочини, которые более 150 тысяч гривен, должны были выполняться именно с рахунок, банковского рахунка. А, соответственно, договор о куплении-продолжения, доказанное майно было куплено, насколько я помню, за 3 миллиона гривен. То есть эти действия должны были выполняться выключены через рахунок банка. Также, ваше честь, просим обовязать Малихину, надать доказы, соответственно, за яких бачается джерело надходжения этих денег. То есть, отримания прибуток, что она самая... Звольте, она взяла эти 3 миллиона? Ваша честь. Право в том, что Макаро сам, особистка в суде, в первом инстанции, зазначал, что кошти, которые подошли по кредитному договору до торгового длительного митвизи, за эти кошти интернет здействовано проплату кредиту, для того, чтобы потом, когда выйти из схемы шахрайства, чтобы проплатить, частково показать, что мы пытались платить, но не смогли. Потом здействовать деякие правоочины и передать это майно у властность самому, самому Малихини, используя кошти, отриманное от банка в якости кредиту. Ваша честь. Поэтому мы взяли на такие клопотания, на ведение соответствующих доводов. Мы просим зобовязать надати надати вказаних осіб ті документи, которые мы просим. Для вывышения их в судовом порядке. Другой. Все? Так, Ваша честь. Все. Зумка, ответственная 2. Три, кто заявил. Честь, вважаем, что данное питание не может быть задоволен в связи с тем, что все эти доказы, которые мали право заявить в суде першой инстанции, мали бы заявку. То есть это не какие-то новые доказы, а то новые обстоятельства, что выникли уже после вынесения судового решения. Все эти вопросы были обговорены в суде першой инстанции. С первого, если суды и обога о задоволенном подъемном обогатании в ходе першой инстанции, то лишь из того, из того, что это было передчасно заявлено. Хотя никто не заперечивал против того, чтобы данное обогатание уже было заявлено после того, как материалы и справа были в изучены, выявили, что мы их испытали в додатковых вызывачах, а выявил председника. Это по-перше. По-друге, как вы заперечивали, что основным вопросом в данной справе есть врушение прокуративного права, а также, как это законодательство мало будет застосовано при принятии решения с открытым акцендентным документом щодо надавления маневого рука. Все другие вопросы, которые ставят народу перед судом вызывач, а также доказы, которые выявили от отечественников, уже стоят ухудных правовидностей и не решают обновления это врушение прокуративного права, а также в том числе, что законодательство может быть застосованы. Это по-перше. По-друге, посылание на шахарские дии мое быть подтверждено решением вирусом в криминальном проведении, а посылание на какие-то шахарские системы або невчинки является условным и таким, что не отвечает вирусом с вирусом динамидентом балансе предприятия от 1 за 2020-2010 2015 годы, но также что это вопрос не может быть задолкнен в связи с тем, что как известно, что предмет Ипотеки выбыл в согласности ТОВ уже в 2014 году, а момент укладывания договора ипотеки – это в 2020 году, поэтому мы вважаем, что так же нет ни одного отношения до решения данного возраста. Ну, не зрозуміло, что вы в консиденте, пожалуйста, не поведешь. Спасибо. Спасибо. Значит, суд выделяется до нарядчей кимнаты для заявленного вопроса и решения вопроса, поможем в заключении данного возраста. Спасибо. 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 Спасибо.